Всем привет, это Миксиев Ньюс. Некоторое время назад у меня появилось несколько пневматических пистолетов Макарова. О них я уже снимал в видео, но сейчас покажу вам их еще раз. Первый это пневматический пистолет Макарова, ПМ, так сказать, от компании Умарекс. Черный верх, коричневая рукоятка. Ссылку на этот пистолет, на видео с этим пистолетом я оставлю в описании. Второй пистолет моей коллекции, о нем я тоже снимал в видео, и также ссылку оставлю в описании. Это Ижевский завод Байкал, называется пистолет МР-654К. Ну, одна из его, скажем, разновидностей. Пистолет в плачевом состоянии. Если посмотрите этот ролик, о нем я там рассказывал, что я пистолет нашел в гараже у своего знакомого. Он был в не очень хорошем состоянии, его как-то пытались реанимировать. Вот если вам, не знаю, видно будет, у него зафорная рама такая вот белая какая-то вся, такая серая, скажем, что это что ли. Его пытались восстановить варварскими такими, а может быть и варварскими методами, не знаю, пишите в комментариях. Эту часть положили полностью в уксус, и он лежал где-то примерно там сутки, поэтому металл принял вот такой вот цвет. То есть он стал абсолютно такого серого. То есть низ весь черный, а верх весь, получается, серого цвета. О нем я рассказывал. И недавно у меня появился еще один экземпляр. Это тоже завод Байкал Ижевский. Это MR664K. В очень хорошем состоянии. Достался мне от моего близкого товарища. На такой подарок он сделал мне, узнав, что я собираю коллекцию. Пистолет полностью обслужен. Пистолет полностью исправен. Находится в очень-очень хорошем состоянии. Практически как новый. И все это пневматики, мне больше всего, конечно же, нравится MP или MR664K. И каждый владелец такого пневматического пистолета, наверное, не раз, ну или хотя бы раз задумался, почему их выпускает такое множество, какие у них отличия. И вообще попытался бы разобраться в истории изготовления этого пистолета. Но прежде чем искать, наверное, отличия, правильно было бы сказать, наверное, про их сходство. И сейчас я вам про это немного расскажу. И действительно, у всех пистолетов Ижевского завода Байкал очень много одинаково и много очень схожих черт. К примеру, все они сделаны из оружейной стали. У них у всех одинаковый калибр. То есть все они стреляют шариками, вот такими, калибром 4,5 мм серия BB. Все они стреляют при помощи вот такого газового баллончика. У всех ПМов Ижевского завода Байкал примерно одинаковый вес. Ну, плюс-минус, скажем так, 730 грамм. У всех примерно одинаковые магазины, да, и количество заряжаемых шариков туда. У всех примерно одинаковые габариты. То есть, да, я сейчас не буду давать подробности, да, длина шариками, но примерно все они одинаковые. Типы стволов у них, бывает они нарезные, бывают гладкие. Как я уже говорил, все стреляют при помощи вот таких баллончиков. Скорость примерно до 125 метров в секунду. Дальность примерно 10-20 метров. То есть, да, ну, все они там, у всех, все имеют разные, ну, все имеют разные характеристики. Для любителей коллекционеров имеется возможность полной или частичной разборки. Ну, и самое главное, все-таки, скорость этих пистолетов, все они производства Ижевского завода. Любой пистолет МП-654К, это очень классная, ремонтопригодная пневматика. Если с ней правильно обращаться, она может очень долго прослужить своему хозяину. Кстати, помимо имеющегося многочисленного зипа для ремонта, там, для устранения каких-то недостатков этого пистолета, имеется еще куча, куча, куча зипа, так называемый среди любителей красного зипа, который может преобразить эстетику этого пистолета. Ну, то есть, имеются различные запчасти от боевых пистолетов. К примеру, можно поставить сюда красный курок, можно поставить сюда красную кнопку затвора, можно сделать пяточку, здесь будет тоже красного цвета. То есть, зипа очень много и эстетикового пистолета вы можете только улучшить. Еще один очень важный и интересный момент. 654-й, это не какая-то там копия настоящего боевого ПМ. 654-й сделан из тех же материалов, что делается боевое оружие. То есть, он делается и из газовых, и из пневматических, и из боевых ПМов. То есть, это и есть самое настоящее оружие. Просто переделанное по стрельбу шариками 4,5, как я уже говорил, вот такими. Да, и там стреляют при помощи вот такого баллончика. Производство 654-х, если я не ошибаюсь, началось в 1997 году. Постоянно что-то вносится, какие-то изменения, поэтому модельный ряд достаточно и такой обширный. Друзья мои, вот очень много в сети споров по поводу все-таки правильного названия этого пистолета. Кто-то говорит МР-654К, кто-то говорит МП-654К. Давайте разберемся, что вообще значит эта аббревиатура МР или МП или МП-654К. Вот, посмотрите, на пистолет нанесено название МП или МР или МП-654К. Итак, МП или МР. Все-таки правильно будет говорить МП. Если говорить в английском варианте, это будет МП, потому что МП это Mechanical Plant. С английского переводится как Механический завод. Шесть это оружейная группа, это пистолеты. Пять это оружейный тип, это пневматика газобаллонная. Четыре это модельный номер. К это магазинная модификация. Ну и на каждом поэме Байкала имеется, естественно, свой какой-то заводской номер. В номере обычно указывался год производства, в некоторых моделях, которые шли на экспорт, еще добавлялась буква H. Также указывался месяц производства. Ну и, естественно, у каждого поэма был свой индивидуальный номер. Как я уже говорил, 654-й начал выпускаться в 1997 году. Ну, средняя, так сказать, продолжительность жизни каждой модели составляла примерно, ну, два, может быть, или три года. Ну, то есть, с 1997 по 1999 выпустился первый, 644-й. Далее, в 1999 году была серия 64К 01. Там в 2000 году, там еще какой-то, там 02 появился, ну и так далее, и так далее. Каждый раз производители находили какие-то ошибки, да, какие-то были отзывы любителей, коллекционеров, покупателей. Все это дело исправлялось, были различные модификации, различные цвета даже, были и камукуляжные, были отделаны драгоценными металлами для подарков, там, для дорогих и так далее. И постоянно пневматика усовершенствовалась. В 2000 году появилась даже версия с глушителем. На самом деле, вот вид пистолета менялся периодически, менялись виды вот этих насечек, менялись, менялась рукоятка. Вот эта резьба рукоятки менялась, менялись поджимные винты. В конце концов, цвета, как я уже говорил, там, были камуфляжные, были никелированные, были, там, верх был белым, там, низ был какой-то, каким-то коричневым. Ну, как я уже говорил, если вы помните, да, у этих пистолетов очень много эстетического зипа, то есть вы могли поменять какие-то запчасти на свой вкус и цвет. У пистолета, на самом деле, было очень много разновидностей. И человек, ну, например, такому, как я, который не сильно разбирается или вообще не разбирается в этих видах такого оружия, очень трудно будет разобраться. Поэтому то, что достается, тем мы и пользуемся. Мне, к примеру, достался вот этот MP654K в очень хорошем состоянии. Я с удовольствием пользуюсь им в летнее время, когда имеется возможность выехать на природу и провести стрельбу. Самое главное, друзья, все делать с удовольствием. И не забывайте, пожалуйста, про меры безопасности, меры предосторожности. Никогда не наводите пистолет даже пневматический, даже учебный, даже игрушечный в сторону человека или в сторону людей. Всегда следите за своим оружием, пусть оно будет не боевое, а любительское. И оно вам будет служить очень долгое время. Спасибо, что посмотрели. Это был MP654K. Вот он. Это был канал Мехтиев Ньюз. Всем пока.